здравствуйте друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост и я его ведущий Олег сегодня наша передача будет посвящена такой очень важной теме как дисплазия тазобедренного сустава то есть владельцы многих собак породистых особенно сталкиваются крупных собак сталкиваются с такой проблемой как дисплазия тазобедренных суставов я сейчас буду показывать вам упражнения для решения этой проблемы эти упражнения нужно делать именно со взрослой собачкой можно конечно и с маленьким щенком это делать но уже естественно что для маленького щенка количество этих упражнений должно быть умеренным то есть в разы меньше нежели там со взрослой собак у нас есть собачка которая замотивирована на обучение у нас есть проблемная зона укрепление тазобедренных суставов и мы начинаем развивать Акбар вот собачка побежала в гору причем когда она бежит за палкой понимаете она выплескивает всю энергию мы сначала подготовились мы подняли сюда в горку это окончание горки вот он мне принес то есть я сейчас мог бы его оставить посидеть полежать вот иди сюда совместить например тренировку с укреплением мышц лежать и мотивирую его он бежит у меня сейчас за палочкой он лечится и одновременно тренируется то есть совмещаем приятное от полезное давай садись еще раз ну опять же хочу повторить если вы только начинаете не стоит сильно загружать собаку если у вас собачка не мотивируется скажем на вот такие вот вещи вы можете сделать немножко другие упражнения упражнения то есть она должна прыгать или бежать вверх каким образом это можно сделать ну давайте вот я сейчас еще один коблиц упражнения опять же мы будем сочетать тренировку вместе с развитием не только тазобедренного но и всей группы мышц собачки давайте сделаем выдержку как предыдущей передаче мы учились делать выдержку собачка у нас сидела да а сейчас мы будем учить ее чтобы она прыгала за предметом итак собачка у нас сидит я ему даю команду то есть вытянутая рука у меня и он подпрыгивает за предметом вот такие упражнения вы можете сделать вы можете подвесить мячик какой-то любимый игрушку для собачки и она будет прыгать у вас и у нее задние лапки будут развиваться то есть все зависит только от вашей фантазии давайте еще раз повторим значит наряду с медикаментозным лечением нужно поддерживать мускулатуру которая поддерживает весь тазобедренный сустав методы развития вам сейчас показал как этот натренировать как развивать и так далее немаловажный момент значит всегда начинаем тренировку разминку третье значит не начинайте никогда собаку сильно напрягать если вы раньше этого не делали то есть постепенно выводите как вот сами вот вы даете себе нагрузку с увеличением когда вы сами занимаетесь физкультурой также ну точно нужно делать из собачки то есть ее нужно подготовить к этому тем более что у нее уже проблемная зона дисплазия тазобедренного сустава она как бы есть и она будет жить собачка на протяжении практически всей своей жизни но мы можем укрепить и поддержать собаку заслужите доверие заслужите уважение и вот сейчас добавлю еще один немаловажный тезис следите за здоровьем своей собаки и тогда все у вас получите у вас будет отличный друг с вами был канал я и мой хвост я его ведущий олег мой хвост акбар доверие и уважение спасибо и